Девочки, у тебя ничего нету? У меня есть, только мало. Нет, там половина. Доброе утро. Доброе. Ну, действительно доброе, как говорил Ослик и Ая. Отличное весеннее утро. А, ну да, действительно. Если, как-то я помню, мы записывали в апреле, и как раз Юра тогда говорил, что в апреле это зимний месяц, то у меня такое ощущение, что в этом году все ровно наоборот, что у нас весна плавно перетекающая из осени. Зиму, по-видимому, она... Знаешь, как вот, она не вышла на работу, ее просто подменила весна. Красиво. Да, вот мне так показалось. Красиво. Нет, меня такая зима очень даже устраивает. Это такой намек на Европу. А я плачу. Нет, ну, а ты что, плачешь по снегу, по холоду, по минус 40? Я хочу сказать, я люблю, когда все на своем месте. Я вот как любитель 19 месяцев, да, то есть... Ну, ты плачешь по детской зиме, когда минус 8, снега много, и нет сильного ветра, и падают снежинки в свете фонаря. Ну, наверное, да. Во-первых, я плачу по снегу. Снега мне действительно не хватает. Потому что вот здесь этот мрак, который на улице, меня не радует. Знаешь, что порадовало? Когда был недолгий период зимы в Москве, то есть было реально холодно, и вот тут, по-видимому, знаешь, чисто какой-то химический процесс произошел. Прошла какая-то цармация мусора какого-то, и вдруг появилось синее небо в Москве, которого не было лет 5. Я возрадовался. А сейчас вот вернулось твое любимое тепло, вот эта весна, и снова вот эта задница висит над головой. Это мрак, это отсутствие сиротонина, как говорится, фути, а не шоколад жри. Вот, и меня это, конечно, удручает. Понимаешь, если бы было постоянное голубое небо, если бы это было как в том же самом Киеве, извините меня, да, 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 ты прав. Я бы, может, и возрадовался, смотри, как в Фраге. Приезжай, что там, ну, солнышко, иногда снег, иногда дождь, там, какая-то грязь, там, ну, это более-менее, вот мне вот это вот мрак. Понимаешь, вот вечное ощущение, как ты в кладовке где-то запер, ты провинился, тебя заперли в кладовке где-то, да, и вот никак не хотят простить. На полгода. Да, да, чертова знаю, по-моему, уже не на один год. Думаешь, простят, когда же простят? А, я не знаю, я не знаю. Когда родители придут и простят? А, думаешь, придут? Может, они окончательно обидели себя? Знаешь, детские страхи, любой ребенок боится, что наконец-то его маму уже оставила, и он начинает рыдать, бояться. И наиллес первое радуется, а потом начинает рыдать, что мама его потеряла, бросила, оставила, наказала за что-то одного, оставила посреди улицы и ушла просто куда-то. Это да. Вот родители оставили нас, наверное, да? Да, и мы обижались. Обижались. Как сейчас очень многие обижаются. Да, вот это, кстати, так, действительно. Мы, собственно говоря, внезапно снова зачем-то собрались по одной совершенно смешной причине. Мы в прошлый раз говорили об обидах немножко, и вроде бы так поговорили. И вдруг внезапно мне Саше говорили, что он не договорил. Я говорю, ёл, как так возможно? И тут вот внезапно, тем за тем, за те две недели, что мы тут, как говорится, не пили чай, мы сохли бедные, одной водой мучились, там коньяком, там и прочей гадостью. Прошли куча событий. Помимо того, что Саша там, кажется, накопил чего-то, каких-то обид на всех... На блокадников. На блокадников, да. Сексуальные меньшинства. О, Господи, слушай, ты на них на всех обиделся, да? Да, я обиделся. Это сейчас очень модно. А, ну да, да, да. Я пытаюсь быть в тренде. Так модно-то ещё не только это. За эти две недели куча народу ухитрилась обидеться на памятники. Вот это другая, потому что я вдруг подумал, что у меня тоже есть мысль, которая, в принципе, наверное, уже года два хочу поговорить, а может быть даже больше. Я как-то всё откладывал, откладывал, потому что у нас какая-то... Вот если сейчас, как ты правильно заметил, новый тренд обижаться на всех и вся, то ещё другой тренд, он уже давно длится, обижаться на памятники, да? То есть начинать их там сносить как-то, ставить их в угол, таскать их по всему городу, как говорится, да? Если, представляете, в Каваласе только Пушкина таскали через дорогу туда-сюда таскали его. Вот сейчас хотят обратно тащить его. Думаю, тащить или не тащить его обратно в Пушкинский, туда, в Новокушкинский или на старое место к ВАЗам. Ну, пока неизвестно. Долго и упорно на этой неделе обсуждали, тащить ли обратно Дзержинского. То есть спирала его свергли. Причём, как утверждают многие архитекторы, даже которые являлись противниками памятника, что он как раз держал всю конструкцию площади, по большому счёту там, да? То есть, и вот утащив его в музеон, спасибо, хоть не расколотили. Они его там спрятали, нарушили конструкцию площади, она сейчас стала не такая. И сейчас народ говорит, они вернут, но обратно Дзержинского. Другие говорят, не, вот что. А музеон говорит, я не отдам, вообще, сдурели, что это моё уже, иди отсюда вообще. Но это ещё ладно. Революционные чуваки в Украине раскололи Ленина. Они вместо того, чтобы бороться с Януковичем, решили побороться с Лениным. Ну, это проще. Стоит чувак каменный, чего бы не отколотить, у него палец там, нос там, ухо там, или как берлинскую стену не продавать его по частям, что, в принципе, и началось делать. Потому что интернет стал наполнен фрагментами Ленина по разной цене. То есть, они на него жутко оскорбились. Почему то, почему то, все свои обиды на Януковича и на всяких других товарищей, правящих сейчас, решили вымстить на Ленине. Я не знаю, чем этот чувак им помешал именно сегодня, а не в 91-м, там, не знаю, там, когда там было мода, да, то есть, ну... Причём чувак не вполне живой. Вообще, то есть... Я бы даже сказал, мёртвый. Я бы сказал, даже он ещё не мёртвый, не живой, он каменный. То есть, это даже не он. Это идол, это вообще идол, как бы. Я не знаю, правду нет, поговорили, что даже там ЮНЕСКО вроде бы его любила, но я не знаю это, да, то есть, что там какой-то... Ленин или памятник? Памятник, не Ленина. Ленина ЮНЕСКО, я думаю, не любила, и Ленину, то есть, ЮНЕСКО, думаю, Ленину вообще... Плохо знала. Да, вообще, не догадывалась. Практически не было знакомо. Вот. У меня... Давай сперва сделаем так. Сперва попробуем послушать про твои обиды на гомосексуалистов, ленинградцев или на кого-то там обиделся. Нет, нет, тут надо различать. И почему ты вообще на них обиделся? Чем тебе помешали гомосексуалисты? Нет, абсолютно. Эта тема здесь совершенно ни при чём. Я более чем лоялен вообще ко всем. А то я озираюсь уже, нет ли где попасть за стюк. Нет, дело совершенно в другом. Дело в том, что у меня ощущение последних, ну, месяцев, наверное, что мы... Последних веков. Что мы живём просто в песочнице. Детской. В детской, но взрослой. Где взрослые дяди, вообще тёти, то есть очень взрослые люди обижаются как дети, обижаются в своих детских песочницах. То есть сначала меня это веселило, теперь меня это начинает просто пугать. Что-то приобретает какие-то масштабы совершенно невидные доселе. Эти масштабы меня пугают. Люди всерьёз начинают обижаться, кто на памятник, кто на какие-то социальные группы, кто на какие-то слова. Но это всё называется одним большим словом обида. Вот такая обида, когда поджимаются, трясутся губы, когда льются слёзы. Но всё это делают взрослые люди. Ты знаешь, не только поджимаются губы, не только трясутся там чего-то где-то, но ещё и размахиваются кулаками. Вот. А иногда даже бьётся в нос. То есть вот когда это переходит уже в какие-то... Начинает приобретать новые очертания, это просто вообще вот эта история, о которой ты говоришь в Киеве с памятником Ленину. То есть это у людей в голове не просто полная каша, у людей в голове абсолютная пустота. Просто они не знают. Там бьётся какая-то одна мысль, рикошетит от стенки к стенке. И они что-то слышат, какие-то, видимо, внутренние голоса, связывают одно с другим, один голос с другим голосом. Хотя это один и тот же голос, который говорит Ленин. Во всём виноват Ленин. Слушай, я тебе на секундочку перебью. Вся чума заключается в том, что ладно бы только в Украине обиделись на того Ильича и расколотили его. Но на Ильича почему-то регулярно сейчас обижаются тонны людей. И постоянно ему так по-маленькому, по-маленькому, знаешь, как в туалете гадят. Я понимаю, вот когда вот ещё помню, что при советской власти, там в Екатеринбурге, там изуродовали памятник Ленина, на нём всякое написали. Это был поступок. То есть, когда это в 70-х годах, там люди взяли, и там краска не смываемая, это было очень тяжело, там пескоструйную машину пригоняли, чтобы это снять. Они написали определённые слова, тогда это был поступок. Сейчас огромное количество раз, просто я знаю, вот недавно опять был случай, я к моему стыду не знал существования очень забавного памятника Ленина с Крупской, где именно на пересечении, знаешь, вот улица Крупская, вот она пересекается с этим самым... Я не знаю, отлично знаю. Я не знал, где они сидят там с Ленина с Крупской, я не знал об этом памятник. Я недалеко там живу. Ну, я понимаю, вы все недалеко живёте, мне тоже рассказывал, человек, который недалеко живёт, вот, и я говорю, что я, к сожалению, к своему стыду не знал об этом памятник, памятник действительно красивый, вот, он действительно какой-то романтичный такой, там романтичный Ленин, такой, сидит на скамеечке с Крупской, но суть-то в чём, я говорю, что, о, говорю, надо сходить, как бы, его постоянно раскрашивают, Если есть красивые раскраски в интернете, я видел памятник, где-то, по-моему, в Саратове раскрасили Ленина, штаны в джинсы раскрасили, жилет красный ему сделали, еще что-то такое. Это как-то еще, знаешь, какой-то перформанс такой, это я могу еще понять, но когда просто берут, предположим, и краской синенькую на голову наливают, или пишут, вот сейчас, в 2010 году, мы будем писать на Ленине «Палач». Это смело так. Вот, я не знаю. Я вот как-то вот про это скорее хочу, потому что как-то вот регулярно мстят Ленину. — Ты знаешь, я частично могу с тобой согласиться, когда ты говоришь о том, что в глухие годы советской власти, значит, там что-то сделал с памятником Ленина. — Нет, я вообще против памятника. — Да, это был поступок. Частично я могу с тобой согласиться. — Я могу это понять, когда это было в 70-х годах. — Да, 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 потому что понятен жест. — Да. — Это совершенно конкретный жест. — Это тоже перформанс между прочим. — Да. — Это современное искусство того времени, можно сказать, даже политическое. — Ну, тогда, возможно, к этому относились сами авторы этого действия иначе, нежели к искусству. — Нет, смотри, Саша, я, знаешь, поражу параллель между таким разрисованием памятника в 70-х годах, там или какими-то подобными жестами, с тем, что мы обсуждали по поводу Пусси. — Дело в том, что все, что мы обсуждали по поводу Пусси Райт, артикулировалось Пусси Райт изначально, как акция искусства. А то, о чем ты говоришь, это был политический жест, а не более того. — Да, за который можно было получить сполна и прочее, 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 прочее. По крайней мере, я могу понять мотив и позыв этих людей. Но то, что делается сейчас в отношении того же персонажа, что в Киеве, что в Москве, где бы то ни было, в отношении любых персонажей, сейчас, когда нет советской власти и нет того политического наказания, есть только, не знаю, административное за подобные действия, да, оказалось, что есть какое-то количество людей, которые позволяют себе это делать. Почему они это делают? Я думаю, что они это делают от абсолютной пустоты, то есть от отсутствия личности, от непонимания вообще кто ты, где ты и зачем, о том, что можно делать, что нельзя делать, о том, что мы себе разрешаем делать. Эти люди, видимо, выбирают ту форму поступка, которая останется абсолютно безнаказанной в данный момент. И вот это возникающее у них иногда, как у любого человека, чувство поступка, то есть нужно что-то сделать, выбирается, может быть, подспудно, то, за что ты не понесешь никакой ответственности. Я думаю, что мысли, какой-то конкретной мысли в этом не так много, потому что если бы была мысль, ну, человек как-то проявил ее иначе. Бороться с памятником вот так, пойти плюнуть, подкрасить что-то, ну, на это не то, что много ума не надо, на это вообще ничего не нужно. Просто ничего не нужно. Поэтому я говорю о внутренней пустоте, об отсутствии личности, понимании. А что ты делаешь? Вот что ты сейчас делаешь? Абсолютный какой-то инфантилизм, я даже не знаю, подростковый. У них и то этого нет, у нормальных подростков. Но то, о чем ты говоришь, имеет еще один аспект. Возвращаясь к памятнику Дзержинскому, да, потому что за этим стоит определенные политические взгляды людей, ратующих за возврат этого памятника. Это одна сторона этой истории. Ну, я сейчас не буду говорить о, только помяну, о чисто архитектурной, о том, что он держал площадь. То есть, вот такие разговоры о том, что пора бы вернуть, они совершенно недвусмысленно говорят о том, что меняется, по крайней мере, в головах части населения, меняется или возвращается то, что было и раньше. Но, может быть, оно было скрыто, да, вот это желание вернуть прежнюю жизнь, потому что это символы прежней жизни. Для этих людей этот человек, если мы говорим о Дзержинске, символ наведения нового порядка, в буквальном смысле, этот человек собственными руками. Ну, он лицессируется, ведь он действительно с какими-то чекистскими репрессиями. Хотя, на самом деле, Дзержинске-то, как раз, репрессий не так много делал, в отличие от его последователей. Он возглавлял департамент. Он начал, но, по большому счету, он не успел ничего начать, как говорится. Лично он может быть, но он стал образом. Он стал символом этого департамента. Департамента наведения порядка, страха, секретности и вседозволенности в действиях. Мы все раз не знаем, что такое НКВД, МГБ, КГБ и прочее. Эти люди всегда были вне закона. Это было создано после него уже. С него началось создание вот этих особых подразделений по террору, которым все позволялось. С одной стороны. С другой стороны, с него создалось подразделение, которое занималось беспризорными детьми. Макаренко, им же прочее, был сотрудником НКВД. Да. Да. Но он был сотрудником НКВД, который, в свою очередь, занимался не детьми. И не только детьми. Да? Поэтому мы будем разделять людей, которые работают в одной организации. Там есть разные люди. Люди есть разные. Но я говорю только о том... И фигура Дзержинского, на самом деле, одна из самых темных, как и фигура Ленина. И все многое, к которому приписываются. Может, так уж ему не повезло, что он стал символом. И все, во все времена, после его смерти, чекисты, они как бы понимают, что их организация имени Дзержинского. Я понял, Саша. А так ли хороши все фигуры разных памятников, там, там, цезарю, там, многим другим, очень спорным фигурам. Очень многим французским королям. С какой дочкой зрения? С художественной? Нет. С художественной, мы сейчас не говорим. Или сообщественно-политической? Нет. Именно вот именно то, о чем сейчас ты говоришь. Историческое, политическое, социальное, может быть, даже. Ну, я считаю, что то, что установлено, то установлено. Во! Во! Это первое. Второе. Не надо ставить новых просто. Второе. Вот как ставить новых? Вот это очень аккуратно. Очень аккуратно. Это должны быть действительно серьезные, ну, если не референдумы, то, по крайней мере, что-то подобное. Чтобы люди, жители того места, где собираются ставить, высказали свое отношение. Вот, Саша. А тут у меня есть пример очень интересный. Смотри. Есть очень интересный скульптор, который очень любил работы рукавишников. Ты, наверное, знаешь. У него есть очень интересная композиция, которую он так и не смог пристроить. В свое время он делал для патриарших прудов. Да? То есть это памятник вот персонажам мастера Маргариты Булгакова. Там был огромный примус, там был вот эти вот летящие воздухи в поцелуи мастер с Маргаритой. Там были какой-то бегемот. Ну, это нечистая села. Там был большой автомобиль. Много было разного. Большая композиция была. Но дело в том, что то место, в котором он хотел поставить патриаршие, там, в свое время, люди были уже травмированы крыловым. И они сказали, как, еще, снова, в наш маленький. Да пошли вы отсюда. Они возбудились, и он туда не пристроился. Он решил пристроить его на Воробьевую гору. Но его оттуда поставили. Итог. По большому счету, он сейчас разрознен. Часть у него стоит во дворе, вот здесь недалеко, на Молчановке, рядом с Арбатом. Во дворе они прям стоят. Можете посмотреть, там стоит автомобиль. Недавно там еще стояли бегемот с этим самым скоровьем. Их, слава богу, пристроили хотя бы к музею Булгакова. Сейчас они там стоят. Часть вообще куда-то пропала, пойдем в частные коллекции. Подобные вещи. Как их надо делать, как мне кажется? У скульптора, например, если он инициатор этого проекта, а не власти заказывать ему. Так вот, если скульптор инициатор проекта, он делает эскизы. Какие-то, да? По которым понятно, что это, какого размера и прочее, прочее. Все художественные достоинства. В общем, образ. Дальше это начинает обсуждаться. Еще ничего не отлито, еще ничего не сделано. Обсуждаются эскизы. Людям объясняется, что есть идея поставить вот это, вот сюда. Вы как? То есть проводится такой, ну не знаю, мини-референдум. Потому что памятник устанавливают не на 7-8 дней. Их устанавливают на много-много дней. И поэтому, если ты видишь из окна то, против чего ты активно восстаешь, и ты не один, а таки, как ты большинство, это не проходит бесследно. Это плохое настроение твое каждый день. Согласен. А это очень важные вещи. У нас еще другая беда. У нас, помимо людей, существует еще государственное согласование, что многое сложнее. Ты знаешь на Новинском бульваре памятник Шаляпину? Вот это на лавке там сидит в цветах. Это самозахват, ты знаешь? Да. То есть этот памятник просто взяли и поставили. Люди почему не против, как раз пытаются его отстоять. А вот эти говорят, это надо убрать. Потому что он здесь не на месте, мы не согласовываем. Ну, потому что неправильность опять, неправильность. Ну, вот мы не умеем, вот и жить. Это, в принципе, очень простые логистические вещи. Вот как правильно жить? И как неправильно жить? Мы все время живем неправильно. Все наши поступки, вот такие общественные, что власти, что людей, что... Они все какие-то неправильные. Как будто мы дети, как будто мы не знаем, не можем придумать себе, представить правильный порядок действий. В случае с памятниками, в случае еще чего-то. Что открывается, закрывается. То, что касается жителей района, города. Почему во всем мире как-то уже научились это делать, а мы как маленькие дети опять-таки в песочнице возимся, потом что-то делаем, потом портим, гадим, ночью по ночам, скричим, скандалим и живем с этим. И живем. И вот есть еще другая штука, что у нас, если возвращаться к нашей теме, есть куча разных памятников, притом тех же самых Ильичей, да? Может быть, в том числе борьба с ними еще заключается в том, что их как-то слишком много. Не все не представляют ценность. Некоторые выглядят некоторыми такими забавными островками. У меня вот недалеко от дома, там даже не только домов, там были в свое время общаги, сейчас там часть общаг уже снесена, пустую, там построили новые дома и такой небольшой пустырик. И там стоит одинокий серебряный Ленин, то есть посеребренный Ленин. О нем стали заботиться. Видите, нашлись какие-то либо коммунисты, либо дети, и вот за ним, понимаешь, как за заброшенной могилкой за ним стали ухаживать? Потому что он был как за заброшенной могилкой. Знаешь, что мне интересно? На нем была такая квадратная оградка рядом, как у кладбищей бывает. И он там стоял одиноко, смотрел куда-то вперед. — Есть фотографии? — Есть, конечно. У меня она в фликре висит, старая еще, еще не ухоженная. Потому что я называл его «Одинокая старость», потому что когда пришел зима, стоит такой загаженный Ленин, обсыпанный снегом, все кругом перерытое, и он стоит одинокий среди пустыря. Я называл это «Одинокая старость». Но сейчас мой рынок изменился. Поиски этого доброхода, они за ним стали ухаживать. И недавно я увидел, что рядом с ним появился венок. Кстати, это второй венок Ленину, который я заметил. Первый был в Арузии. Я приехал в Арузию тоже зимой, и там стоял памятник Ленина. Знаешь, такой колобищенский венок рядом с ним стоял? Не знаю, поведем от КПРФ, не в курсе. И тут уже видел, цветочки появляются. Понимаешь, кто-то нашелся, кто как за могилкой за ним ухаживает. Понимаешь, очень много и лечей монстерообразных по всему этому. Я не сторонник вообще, чтобы сносить какие-либо памятники. Я не знаю. Вот как-то, может, не всегда они на месте. Может, еще. Я сам не знаю в этом случае, как поступить. Некоторые довольно-таки в каких-то... Ну, это же многие памятники. При всем серьезном, скажем так, критическом, как говорится, подходе и контроле советской власти в своем имя, многие очень неоднозначно убьют Ленина. Предположим, Ленин, который находится на Тверской площади, там, за мэрией, невдалеке, он очень в странной позе сидит и как-то вообще так вот щурится очень специфически. Ну, уже сидит. Уже сидит. Уже щурится. Уже щурится, да. Ну, чем мы будем, да? Ну, это же только стоит начать. Только тронет. Да, только тронет. И понесется. Ребят, ну, все, да? Это как вот есть такая метода, да? Как некое всепрощение. Начинаем с чистого листа. А я даже не про это сейчас. Потому что я говорю, что их очень много типовых. Но, с другой стороны, понимаешь, каждый памятник то или иное выражение художника. Вот недавно, вот, есть такая тенденция, она, вот, то, что сделал СНН, она далеко не первая. Я, скажем так, эту тему проставил уже давно. Самые смешные памятники, самые нелепые памятники, самые уродливые памятники. Предположим, я когда недавно был в Киеве, я специально изучал эту тему. Там есть тоже тенденция. Самые нелепые памятники Киева. Предположим, там, они имеют свое народное название. Предположим, там есть памятник казаку, там, точнее, первым этим вот пограничникам, да? Его называют чувак на пони. Потому что лошадь почему-то дико маленькая, а казак на ней почему-то здоровый сидит там. Ну, и вот таких примеров очень много, да? То есть, которые действительно смешные. Есть памятники, которые людей маленько шокируют. Мне, вот, предположим, очень нравится памятник, монумент, тоннель памяти рядом с Родиной Матерью. А многие говорят, что это какие-то совершенно страшные оружия там, да? То есть, многие шокироваются. Вот та же самая история у нас получается и с Брестом. То есть, мне лично таких ассоциаций памяти не вызывает, когда там все... И я вообще не понимаю, почему он был... Курот ли он-то отнесен? Андрюш, ну, я могу тебе сказать одно. Вообще, вся эта история, вот с этой обидой на акцию СНН, ну, это какой-то уже пик вообще идиотизма. Почему? Потому что, ну, кто-то сделал этот рейтинг. Им так кажется. Не первый раз, к слову. Ну, хорошо, хоть сотый. Почему все сейчас... Почему все сошли с ума? Почему нужно... Столько значений. Почему акцентирую? Не первый раз это уже. Потому что это уже не первый рейтинг каких-то уродливых, смешных или еще каких-то памятников. Это периодически я уже привел примеры. Ну да, да ради бога. Они уже 10, это вот тенденция. Да ради бога, кому-то что-то кажется каким-то... Это чье-то мнение. Почему это должно волновать всех? Почему мы так реагируем абсолютно на все? Абсолютно на все. Пробежала там, не знаю, собака. Мы должны иметь к этому какое-то свое отношение. Она просто пробежала. Какое отношение? Какая философская подоплека? Какое оскорбление? Потому что этим людям, кто проводил этот рейтинг, так кажется. И что теперь? Знаешь почему? То есть те, кто обиделся, на самом деле я думаю, что это, конечно, лицемерие. Но если даже допустить, что свой голос подняли именно обиженные люди, значит, что они делают? Они диктуют волю и свое отношение к искусству, в частности к культуре, другим людям. А с какой стати? Есть параллель. Мне кажется, это обида ровно того же, то, о чем ты говоришь, и не только CNN-овские, а все остальные. Это обида того же уровня. Почему многие в 50-е, 60-е годы обижались на длинные волосы, на яркие одежды, на широкие штаны, на манеру... Не принято было женственно ходить. Значит, но обижались, наверное, не то слово. Были возмущались. Они возбежались. Они в буквальном смысле слова были оскорблены. Они были оскорблены. Я не говорю даже о тех вот командах, они буквально... Я не говорю о командах комсомольцев, которые ходили там, резали волосы. Я говорю, а вот какой-нибудь женщине, которая идет, увидела там яхаритую женщину, видишь, блядь, какая... Да? Потому что она обижена. Ну да. Ты понимаешь причину ее обиды? Да, да, конечно. Она хочет такой быть. Конечно. Только уже поздно. Но не может. Не может. Она может, ей не поздно, ей тоже может быть 20 лет. Ей тоже может быть 20 лет. Но она себе не может это позволить. Но все-таки это преимущественно пожилые люди, опять уж сильно реагировали. Не надо. Даже сейчас я знаю пример, потому что... Я знаю пример человека, которого я хорошо знаю. В свое время женщина, экспериментировавшая с цветом волос, и в свое время на ярко-красной волосе, довольно-таки молодая девушка в автобусе сказала, как блядь. Почему? Непонятно. Я как раз понимаю. Я как раз понимаю. Нет, почему она связала этот образ именно с таким поведением? Я думаю, тоже, при этом тенденцию тоже может быть понятна. Потому что свободный человек. Свободный человек. У нас ведь ассоциируется, блядь, зачастую не с проституткой даже, а со свободным человеком, который может смеяться, может как-то отневаться. То есть она разрешает себе то, что они разрешают себе другие. Да. И заходит в этом очень далеко. Да, да, да. У нас, блядь, это не обязательно проститутка. Ну, это слово у нас вообще часть речи просто. Да, это связующее. Ну да. Она, кстати, может значить очень много чего. Да. Ну вот, возвращаясь к этой дикой совершенно истории CNN, мне очень не понравилась реакция CNN. Почему они извинились? Что за глупость? Ну не реагируйте вы так просто. Это политика, у них нет выбора. Ну, это ужасно. Это уже другой аспект всего этого. Та же самая история, что мы с тобой говорили про дочь. Почему начали проводить марафон? Почему начали все остальное делать? Почему сейчас? Вот смотри, когда была ситуация со школьником, расстрелявшим с учителя и милиционеров, телеканал «Дождь» был, пожалуй, самый фильтрующий базар в этом плане. Потому что ни на РЕН-ТВ у Максимовской, ни в других местах не боялись называть имени школьника, не боялись приводить примеры, фотографии и все остальное. Телеканал «Дождь» был самый фильтрующий в этом плане новости. Поэтому, я думаю, что рон об этом они дули уже на воду. Может, у них уже было чего терять? Ну да. Ну да. Ну потому что в несвободной стране, естественно, ты утыкаешься, как только тебя утыкают. Да. И уже, видимо, любым путем, любым способом. Уже наблюдая, вот я за ними наблюдаю уже долгий период сейчас, потому что я в свободное время вместо многих радиов включаю сейчас зачастую дождь, ну, уплочено. Ну и какими они будут через месяц, два, три, через полгода? Ну, я не берусь судить. Во-первых, я очень долго и период их не видел, и я до этого не очень любил их смотреть. Поэтому я не берусь сейчас вносить какие-то вердикты, но я просто вижу, какие они очень во многом осторожны сейчас на самом деле. Ну, ты знаешь, осторожность, в принципе, качество неплохое. Иногда плохое. Просто есть какие-то пределы. Вот, вот, вот. Есть какие-то пределы. Я совершенно не, ну, я был, я понимаю, что они делают, но я был разочарован внутренне фактом их извинения, потому что не за что извиняться. Когда есть за что, тогда есть. Но в данном случае совершенно не за что. Как не за что извиняться с СНН? Не за что. Это одни люди решили провести опрос, не знаю, личный рейтинг, и им так кажется. А другие людям говорят, нет, вам неправильно кажется. Должно вам вот так казаться. Это хороший памятник. Вы что себе позволяете? Слушайте, ну, это просто нарушение, элементарное нарушение свободы слова. Больше ничего. Почему, скажем так, в нашей стране люди обижаются публично, я понять, в принципе, не могу. Но дело в том, что они обижаются не только у нас. Ты же помнишь, наши темы, предположим, на обиды, на рисунки определенные религиозных сторонников. Мы даже целые две темы посвятили. Да много всяких обид, о которых мы говорили. Во всем мире, мирового значения обиды-то. Ты знаешь, вот здесь еще есть, мне хотелось бы коснуться темы запрета толкования истории. Которой нету. Ну да, ну да, которой, как науки, конечно, нету. Ибо Куджава выразил свое отношение давным-давно. Каждый пишет, как он дышит. Как он дышит, так и пишет. Вот и вся история. У меня стоит несколько историй государства российского. Каждый написан по-своему. Там Ничволодов, Ключевский, Карамзин, Соловьев. Все по-разному. Да, и что. Одно и то же. Все по-разному. Вот эта история совершенно дикая с тем, что да чуть ли не уголовно наказуемо будет это деяние, да, невзирая на что. Ты опираешься на архивы, что-то публикуешь. Да даже если не на архивы. То есть такого нет в отношении математики. Что странно. Физики низких температур тоже нет. Гидродинамики нет. Там можешь как угодно. Можешь как угодно. Пока нет. История, понимаешь. Почему? Ну понятно, идеология. Это то, что можно отвлечь народ, когда там не очень хорошо с экономикой. Вспомнить, что можно этим гордиться. И начать это эксплуатировать. Вообще низость невероятная. Если нечего больше явить, нечем больше гордиться. Если нельзя гордиться нормальной жизнью тех, кто выжил и пережил блокаду. Их осталось 80,5 человек. Они не могут власть гордиться тем, что предоставила им нормальные условия для проживания. Оно начинает гордиться их прошлым. Их подвигом. Сами они при этом достаточно скромные люди. То есть власть цинично, совершенно цинично делает вещи, ну совершенно несразмерные. Ну просто ужасные вещи. Причем я не слышал ни разу, чтобы обижались действительно люди, кого это касалось. В частности, блокадники. А ты уверен, что в данном аспекте именно власть имеет место быть, а не определенные просто странные группы людей, которые так вот подняли, ну с какой-то, может быть, политической, может быть. Понимаешь, пиар может быть. И так, и так. Когда-то так, когда-то так. Просто с одной стороны одни, предположим, поднимают некую волну, ну, пытаясь оскорбить что-то, там, ругая памятник, ругая, там, поливая Ленина грязью, там, там, вынося Ленина из мавзолея, занося Ленина в мавзолей, они пытаются привлечь внимание к себе. Не к Ленину, который лежит или не лежит в мавзолее, не к Ленину, который стоит в виде постамента, не к блокадникам, даже нет никакого дела до блокадников, на самом деле, ни тем, ни другим. Одни просто пытаются, скажем так, привлечь интерес к себе, говоря, а, может быть, мы сдали бы в свое время немцам. Давайте подумаем, что было бы, если бы мы сдали немцам. Наверное, было бы хорошо. На самом деле, им плевать, хорошо было бы или плохо. Это одни. Другие, наоборот, говорят, черт возьми, как они имеют право об этом говорить? И начинают тоже привлекать внимание к себе. Им тоже, на самом деле, плевать на блокадников. Потому что они абсолютно не пошли сперва, не спросили у блокадников. Андрюша, вот это важный вопрос. Вот те, о которых ты говоришь, это второй пример. То есть люди, которых, на самом деле, не обидело это. Они мне, честно говоря, понятны, неинтересны, и о них не стоит так долго говорить. Меня интересуют как раз те, кто искренне обиделся. Вот искренне обиделся. А ты уверен, что они искренне обиделись, а не с какой-то определенной целью? Ну, я думаю, что есть некое количество людей, которые действительно обиделись. Ну, значит, для них просто это была святыня. Точно так же, как многие обижаются, когда глумятся над их ним болом. Да. Теперь дальше. Значит, есть, видимо, тоже, даже ни одна существует категория искренне обидевшихся. Первые, кто просто переживает обиду в себе и не идет на площадь, не идет даже в суд, никуда не идет. Не пишет нервные письма, ничего этого нет. И есть вторые, кто начинают активно, общественно, как-то заявлять о своей обиде, требуя некоего наказания людей, которые посмели иметь свой собственный взгляд на то, что обидело первых. Вот эта группа людей и их поступки меня интересует куда больше. Интересует и, естественно, пугает. Представители народа. Ну, да. Опять-таки подчеркиваю, это люди искренне обидевшиеся. Вот эта попытка уравнять в точке зрения всех, считать, что твоя личная точка зрения, твои личные ощущения, я даже не буду говорить, откуда они взялись, эти ощущения, но они, допустим, сейчас есть. Понятно, откуда они такие взялись. Вот эта однозначность, вот это отсутствие второй точки зрения, третий, пятый, восьмой. Это все понятно. Нет, а мне понятно, почему откуда они взялись, и ты вообще-то говоришь. Это эффект большой мамочки. Конечно. Это 70 лет большого папы или большой мамы, и все. И нет других почителей. Их не может быть. Это чаще бывает мама, которая пытается опекать ребенка, даже когда ребенку уже 50 лет. Да. Она за него лучше знает. Это вот у нас, вспомни, у нас был один учебник истории, который не менялся десятилетиями, и подумать о том, что их может быть два, немножко разных, а тем более три, даже мысли такой не могло быть. А надо? У нас вообще была однозначная жизнь. Обязательно надо. Обязательно надо. А как это ты себе представляешь? Я себе представляю, что... Ну, в одной школе по одному, а в другой по другому или как? Разные коллективы авторов, но профессионалов, историков, если мы говорим об учебниках истории, все-таки это не абы кто, пишут историки, пишут учебники, которые должны быть проверены, возможно, министерством, с точки зрения отсутствия передергивания фактов. А вот далее трактовка, интерпретация фактов это уже ценнослой, и в это влезать нельзя. Вот они вышли, вот они готовы и... И дальше. Эти учебники напечатаны, они разрешены. Дальше каждая школа решает... По какому он учится будет? Может быть, даже не школа, а может быть, даже уровень учителя истории решает, что он выбирает в качестве, да? И если родители считают, что это выбор неправильный, они забирают из школы своих детей, считая, что это может как-то им навредить. Вот я рассматриваю крайнюю ситуацию. То есть, ты сейчас проявляешься рассказывать американскую систему? Я рассказываю, как мне кажется, элементарную систему здравомыслия. Нет, ну там так. И ты в курсе, что в Америке разные учебники, особенно в разных частях Америки, они учатся по разным учебникам истории. У них разная история в разных частях Америки. Они говорят вообще разные. Ну да. Нет, и более того, именно то, что расскажешь, что если ребенку не нравится система преподавания, а в Америке разные системы приводят в разных школах, он забирает за одну школу и дает другую, потому что в этой школе на гемои не будет. но не запрещает школу. Ну это, понимаешь, опять же, нету, потому что какой-то единого вот этого Горанова, Рай-Ано, Оба-Ано и всего Оно. Да. Может быть, вообще в данном случае министерство. В конце концов, я вообще призываю людей вернуться к институту суда, ну, с умеется, независимого. О, это волшебная вещь, которая нет в России, к сожалению. Да. Ну хорошо, ну идите в суд, если вас так сильно что-то задевает. Говорят, не работает, сам не знаю. И мы сразу увидим, насколько сильно тебя это задевает, сколько людей обиженных дойдут до суда, вот прям подадут иск, затратят какие-то силы на это. Не принято. Я уверен, что это будут, были бы единицы. И выяснилось, что остальные просто горлопанят. Ну вот смотри, у нас как бы поводов пойти в суд очень много. И по поводу ЖКХ, конкретных там, не общего даже, я сейчас говорю, а вот конкретных там есть, потому что известный случай во многих конкретных домах, где ЖКХ бы надо пойти по поводу ЖКХ в суд. У нас известный случай, когда из-за плохой уборки улиц, вот я сам, как говорится, ты прекрасно знаешь, практически год у меня были определенно двигательные проблемы из-за того, что я даже когда приехал в Екатеринбург, один довольно-таки большой человек, мне сказал, а что ты не пошел в суд? Я говорю, что ты не пошел в суд? Я говорю, что это бесполезно. Вот я такой же чмошник, как и все остальные. Я говорю, что да это бесполезно. Это не бесполезно. И вот, понимаешь, потому что я сам уже думаю, сколько я потрачу на это времени. Потому что все это сложно. А должно быть все это просто. Да, может быть. И мне становится жалко моего вот этого времени. И это еще будет стоить денег. Да, и плюс еще неизвестно, как там что в результате окажется. Да, да, да. И я в итоге сказал, да ну к черту. Да, именно так. Он меня укорил за это дело. Он сказал, что я страшно неправ, вообще гад и так далее. Ну, я согласен с ним, потому что я только вчера прочел, знаешь, маленькую заметку о том, как в Красноярске человек на машине наехал на люк. Люк был установлен неправильно, повредил машину, пошел в суд и получил 165 тысяч компенсаций от организации, которая должна была следить, чтобы люк лежал правильно. Меня очень радуют эти истории. Очень радуют. К сожалению, их очень мало. Я вообще смотрю один американский сериал, там есть такая фраза, человек просто рассказывает, что я, говорит, там поскользнулся на лестнице одного магазина и на эти деньги, которые он судил, купил себе, по-моему, поездку куда-то жил. Это очень правильно. Потому что магазин должен следить. Наши не следят. Как? Вообще, это вот судебный институт, это прекрасно. Люди следят за собой, как-то собираются, да? Помнишь эту историю знаменитую с Макдональдсом, когда какая-то канадка или американка отсудила миллион долларов за то, что... В России есть свой присудитель? Их пишут осторожно, внимательно. Это кипяток, будьте осторожны. Казалось бы, абсурд, но понятно, что это кипяток. Нет, непонятно. А в Америке много таких смешных, абсурдных как бы правил, которые взялись, я думаю, из таких вот именно прецедентов. Это очень важная вещь. Типа, что нельзя кошек там сушить микроволновки, там еще что-то такое. Значит, были прецеденты. Да, кому-то, по-видимому, пришло в голову. Что второго такого не было и сдается закон. Мороженное в заднем кармане брюк нельзя носить. А мы смеемся. Они, конечно, смешные, но надо понимать, что в основе лежит. Но с другой стороны, когда какой-нибудь дебил захочет сушить кошку, ему скажет, написано же. Да? Нельзя. Нельзя. Все, парень, извини. Давай. Ну вот, потому что я тоже всегда говорю, понимаешь, я самый большой сторонник не для того... Вы понимаете, как он тоже у нас любит выйти, там, когда что-то не так, типа, ну я сейчас ему морду набью еще чем-нибудь такое, да? Я всегда привожу один очень интересный пример. Есть такой фильм конца 80-х годов, называется «Городской команда». Да, там Халк Хоган играет такой инопланетянина, который прилетел откуда-то там на своем корабле, бахнулся в Америку и там он ходит. Ну, так как он такой же, как мы, вдруг он смог так же говорить, как мы, точнее, как американцы. Он с ними ходит, но он тоже попытается, он же сам на самом деле боец. И он там идет, смотрит уже какие-то... он все никак не мог ни с кем подраться, он сразу же скучает. И вдруг у него смотрят какие-то здоровые такие чернокожие ребята, специально, говорю, чернокожие афроамериканцы. Вот. Они стоят, и там что-то там выясняют. И он пошел, когда он такой специальный его задел, тот ему, да ты мне сейчас вот тут вот попортил там что-то на автомобиле. Он говорит, ну и что? Он говорит, ты, говорит, меня порвешь, ты меня сотрешь в порошок, ты натянешь мне глаз куда-то. Говорит, ну и что, чувак, я тебе в суд подам. Такой здоровый, репа такая, большая двайна. Да, да. Да, чувак, я тебе в суд подам. В принципе, это рекламный ролик, социальная реклама, социальная реклама. Обращайтесь. В суды. Причем стоит именно вот такой вот чернокожий брат, да, да. И он говорит, да ты что, чувак, я тебе в суд подам. То есть, который, по идее, слово суд, знать не должен. Не должен. А он такой большой, с таким вот животом, говорит, а он же такая тоже, хорошая, прикуривая. Вот. Мне так врезалась головой, это год 88-й, наверное, где-то примерно. Тебе не помню точно, но это старый фильм. Сколько он? Да, мы немножко отошли от этих двух тем, памятников. Ну, как сказать, вообще суд, это прямая... Да, нет, ну, да, условно отошли, потому что я бы призвал всех решать эти вопросы в суде. Призывал всех в суд. Да, ради бога. Но вот эти вот, причем частные иски. Частные иски. Для этого надо, чтобы были именно вот эти институты, типа мирового, что-то, у нас тут уже есть, но он как-то вот, он практически не слышал, что решение каких-нибудь мировых судей, я ничего не слышал. Нет, конечно, это очень мало. Все-таки я бы призвал людей по поводу обид и борьбы с памятником, ну, немножко остыть. Ну, просто посмотреть на себя со стороны, потому что сейчас они даже не смешны уже, они просто кажутся глубоко нездоровыми людьми. Все, кто всерьез этим занимается, обижается на рейтинги, на опросы, царапает пальчиком или заливает краской памятники. Ребят, займитесь делом. Ну, я вообще не понимаю борьбы с памятниками, по одной простой причине мы не можем сейчас ничего судить по поводу памятников, грубо говоря. Да, вот вы сейчас на него обижены, завтра придут другие, которые не будут на него обижены, потом придут следующие, которые будут на него обижены. Сейчас так и будем. Выносить туда-сюда, одни будут выносить, то самое Зержинское, другие ставят его на место, третье снова его выносить. Так и будем таскать его туда-сюда, да, из музеона, там, не знаю, на Лубянскую площадь и обратно. Ну, ну да, ну, ну, где он, ну, как вот сейчас, надо остановиться и зафиксировать точку. Ой, Саш, а я сейчас тебе коварный вопрос задам. А что с Лениным делать? В смысле? Ну, спокойным. Трупак, да, который в Мавзолее. Это сложный вопрос. Там не только Ленин, там же рядом еще целое кладбище, ты же знаешь, да? Да, это сложный вопрос. Не знаю, не могу тебе сказать. Тут же вопрос обид огромный. Да, нет, дело даже не только в обидах. Одни говорят, посмотри, одни обижаются, говорят, особенно люди верующие, говорят, вот что такое, это же вроде незахороненный чувак лежит, это нехорошо. Другие обижаются, говорят, вы не трогайте святыню. Вообще единственное такое. Да, я думаю, что здесь какую-то очень важную роль играет место памятника. Красная площадь. Если это исторически сложившее центральное место города, столица огромной страны, то, возможно, это вносит некоторые коррективы, что там можно делать, а что нельзя. Может быть, там вообще не должно быть памятников в принципе никому и никогда. И поэтому с этой точки зрения, а возможно, она не глупая. Памятников или могил? Ну, это... Памятник, потому что Жукова стоит на коне, это памятник. А еще памятник Мавзолея, это другой памятник. Никаких вообще? Да. Только архитектурные? Нет, я думаю, что никаких вообще, потому что Мавзолей для меня тоже памятник. Но Кремль тоже памятник. Кремль – архитектурное сооружение, в котором живут и работают люди. Живут, кто же плохой идея. Ну, да. Лучше бы там никто не жил, как раз. Нет. С этой точки зрения, сам Мавзолей раз, и тем более тело, лежащее там, я думаю, что это перегиб все-таки. А то, смотри, была другая история, еще обиды тоже. Потому что же была идея взять и, ну, не трогать Ленина, а взять вот тех, кто там захоронен, там же огромное количество еще всяких генералов, там разных других. Ну, доски, в стене, что называется. И хотели же вынести на отдельное кладбище, в Матище. Там Гагарин, насколько я помню, там много кто был, и же хотели вынести в Матище. Ты помнишь, какой страшная обида была сразу же? Да. Причем специально создали даже там что-то типа Аллеи Славы, я не помню. Да, 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 тоже как искусное, дикое какое-то совершенно измышление, вот эта идея тоже непонятна была. Не знаю, мне кажется, что саму стену и то, что в ней творится, да, это же ты говоришь про захоронение в стене. Конечно. Да, я бы не стал трогать. Вот я говорю, может, не таскать уже памятники? Нет, это никогда не таскать. Но вот что касается Мавзолея... Может, и Ленина не таскать? Не знаю, Андрюш, не знаю. Пусть решат потом, да, через сто. Может быть. Может быть. Ну, по крайней мере, я уверен в том, что это не самое насущное, что сейчас нужно делать. Это точно. Сломя голову. Это точно. Это точно. Тут, конечно, страна в руинах и так далее. А это тоже деньги таскания Ленина. Как его сохранение, между прочим. Ну, и это вот очень смыкается с тем, о чем мы говорили. Как-то бережнее, да? Пусть время пройдет. И опять же вынести до Ленина, а что будет? Что там, ночной клуб, ресторан? Ничего. Ничего тоже невозможно. Ничего. Это невозможно в России. Луи Виттон там будет? Что там будет? Ну, Луи Виттон поставили и убрали. Уже было. Мы же говорим о вещах, которые ставят на века. Ну, Луи Виттон на века будет. Луи Виттон на века, да. Ну, это все. Это все перевернутся. Это будут все в гробах, как пропеллеры крутиться. Не знаю вообще. Вынести Ленина, занести Луи Виттон. Да. Ну, в общем, как-то так. Или Дольче Габана. Да. Ну, хотя бы Дольче. Хотя бы Дольче. Без Габана. Без Габана. Габана, чтобы к нему приезжал как-то. Да. Навещал. Ну, вот, собственно говоря. Если у тебя еще про обиды что-то есть, давай обижайся на микрофон. Нет. Про обиды я сказал все, что я хотел сказать. Ты уже на всех обиделся, да. И призываю перестать этим заниматься вообще всех и вся. Ну, потому что это как-то очень по-детски. А вы уже люди выросли. Ну, хватит уже. Ты думаешь, что сможешь из кого-то реально призывать? Ну, я все, что я могу, это сказать два своих слова. А вот тебя чем можно обидеть? Знаешь, я стараюсь не обижаться. Ну, стараюсь, это одно дело. Потому что стараюсь, значит, ты над собой работаешь. Я работаю над собой. Значит, все-таки можно чем-то обидеть, но ты стараешься с этим бороться. Да, не знаю, как тебе вот так сразу ответить. Знаешь, я вспоминаю мою любимую книжку Бориса Балтера «До свидания, мальчики». И там звучит внутренний монолог одного из героев, который говорит о другом своем товарище. И говорит, что, по-моему, он вообще никогда не обижался. Бывают же такие счастливые люди. Эта фраза, я прочел эту книгу в глубоком детстве. Как-то настолько мне запомнилось и запало куда-то очень глубоко. А можно не обижаться, потому что он делает? Что нет. Что вот те, кто не обижаются, они вот по-настоящему счастливые люди, и их очень мало. И что это как-то правильно, не обижаться. Потом, много позже, я понял, что обижаться вообще совершенно бессмысленно. Вот это такая странная категория, смысл в обиде, да, хотя это типа просто эмоция. Ну, какой эмоции может быть смысл? Это разные вещи. Смысл, то есть жизнь разума и жизнь сердца – разные вещи. Но я как-то этим руководствуюсь. Вот как-то мне это стало близко. Эта мысль, что обижаться абсолютно бессмысленно там, ну, просто бессмысленно. А заниматься тем, что бессмысленно, глупо и бессмысленно. Нет, я не с собой не согласен. Обижаться сейчас – это политика. Я хотел сказать, что ты не совсем прав, но нашелся. Вот то, о чем мы говорим. Потому что сейчас обижаться – это политика. Нет, нет, ну, я говорю, если по чесноку, но если по честному. Обижаются украинцы на русских, обижаются русские на украинцев. В итоге у нас сейчас идет определенное… Обижаются грузины на русских, а русские на грузин обижаются, да. Причем недавно еще не обижались, да, сейчас обижаются. Потому что появляется тот, кто говорит, что вот виноват. Вот именно поэтому люди обижаются. Они людей читают выход, не показывают какой-то выход. Но нормальные украинцы на нормальных русских не обижаются. И обратно тоже не обижают. Обижаются не очень нормальные, скажем так. Бывают даже еще и деления. Бывают, иногда не обижаются на народ, но обижаются на правителей. Потому что я когда разговариваю с некоторыми знакомыми ими украинцами, они со мной говорили оторвали, а вот ваш царь, говорят. Я говорю, а что мой царь? Они говорят, это все, у нас тут виноват. То есть не я тут виноват, а мы отстаги. Я говорю, а почему царю вас не давать? Ну да, ну, в общем, взрослые люди должны понимать, что это игры политические. И не давать себя в них втягивать, прошу прощения, за банальность. Ну, думать своей головой, чтобы ты думал сам, в общем, что делать и как жить. Обижаться, не обижаться вообще. А не то, что там кто-то сказал из властителей твоей страны, что вот это вот, надо вот на это так реагировать. И ты реагируешь. Да не обязательно властители. Может прийти, кто-нибудь антивластитель. Ну, антивластитель. Не важно, кто-то. Кто-то со стороны. В общем, будьте здоровы. Да, да, да. Потому что невозможно. Невозможно. Всем пока. Пока.